Мы сегодня с вами собрались, так как последний анализ обращений, который поступает в дневный адрес и в дневный путь, в целом, что одним из актуальных вопросов сейчас является организация занятости ребят в летний период. Конечно, мы с вами понимаем, что один из пунктов организации «Досколько» это летняя оздоровительная компания, которая будет у нас проводиться и в пришкольных лагерях, и в закрытых лагерях. Но если другой вид деятельности, то это трудовая деятельность. Я думаю, что многие ребята сумеют за летний каникулы совместить два или один деятельности. В первую очередь мы хотели бы немножечко коснуться тех вопросов, чем занимается непосредственно служба занятости. Мы являемся последником на рынке труда между работодателями, которые организовывают дневные рабочие места для подростков и теми гражданами, которые находятся в поиске работы. Помимо этой нашей основной услуги как трудоустройство, мы еще в этой категории граждан несовершеннолетним подросткам в возрасте от 14 до 18 лет показываем такие услуги к конформированию о положении на рынке труда. Что в себя включает эта услуга? То есть мы рассказываем о том, какова ситуация на рынке труда, какие наиболее востребованы профессии, какой уровень заработной платы, какие условия труда на предприятиях, которые заявляют нам свои вакансии. Также следующая наша услуга, которую мы оказываем практически всем подросткам нашего города в возрасте от 14 до 16 до 18 лет, это профориентация. Что заключается эта наша услуга? Практически по всем учебным заведениям нашего города, по школам, по учреждениям начального профессионального, среднего профессионального образования, по нашим институтам мы выезжаем со специальным автобусом, где проводим профориентированное тестирование. По результатам этого тестирования каждому молодому человеку выдается заключение, где прописана наиболее приемлемая сфера деятельности, наиболее приемлемый перечень профессий, куда желательнее направить свои силы, стремления и интересы, исходя из психологических качеств личности. На основании постановления правительства Российской Федерации доводится определенная квота или норматив, для того, чтобы в субъекте Федерации осуществлялась летняя занятость детей и подростков от 14 до 18 лет. Согласно этому нормативу, он довольно-таки жесткий, спускается с правительства Российской Федерации, мы, конечно, можем увеличивать в рамках своего субъекта, но на сегодняшний, на 2012 год, 19-17 соток от общего количества подростков, детей от 14 до 18 лет. Итого, эта сумма оставляет, как уже обозначили, около 6 тысяч детей и подростков мы планируем занять в 2012 году. Большая часть, естественно, приходится на летний период, когда ребята более-менее свободны, они занимаются и отдыхают, и мы пытаемся сместить и отдых и труд, чтобы это было и не только трудиться, но и параллельно отдыхать, так называемый лагеря труда и отдыха. Сегодняшний город, на самом деле, чему мы посвящен, вопрос проблем трудоустройства. Действительно, остро стоит у нас в городе и области? Он стоит не только что остро, он стоит недостаточно информационное сопровождение этой трудовой занятости подростков, этой компании. Там вращается очень много и мам, и подростков по поводу, где же найти работу, как трудоустроить подростка, на каких работах он может работать, какой у него период рабочего времени, какая будет заработная плата. И вот эти вопросы остро стоят именно потому, что недостаточно информационное сопровождение к этой летней трудовой компании. Мы понимаем, что сейчас лето, и каждый подросток должен быть занят. Это или летний оздоровительный лагерь, или работа. Я думаю, что каждый подросток может совместить оба этих занятия в период летних каникул. И наша задача, конечно, донести ту информацию, которая есть на региональном уровне, на муниципальном уровне, до каждого подростка. И, конечно, ответить на все наболевшие вопросы, которых есть в первую очередь, наверное, у родителей, которые озабочены тем, чем будет заниматься подросток в летнее время. Конечно, у нас есть вакансии и в муниципальных предприятиях, и в коммерческих предприятиях. Там, где подросток будет работать, я думаю, что здесь очень важно совместно с родителями определиться, какая дальнейшая будет следовая деятельность подростка уже в самостоятельной жизни. Может быть, он хочет быть фотографом, а может быть, хочет заниматься садовым дизайном. Поэтому уже эта работа должна быть как ранняя профориентация, чтобы ребенок может выбрать ту занятие, которую будет использоваться в дальнейшем как основной. Ну и, конечно, то, что он заработает деньги, и как он сможет их правильно использовать, грамотно, на что он может потратить. И вот здесь, я думаю, что большая задача родителей, чтобы научили уже ребенка ответственно относиться к первому заработку. И сколько детей ежегодно работают у нас там на предприятиях? Да. В текущем году, как и в предыдущем, будет в городе Твери устроено около полутора тысяч детей, а в области всего около шести тысяч детей. И какие конкретные, может быть, вы на предприятии назовете? Да. Это, конечно, вид на информационной компании, какие группы, завод «Центросвар», «Сварметмаш» на сегодняшний день. Это предприятия быстрого питания «Минутка», те, которые готовы принять. Ну и, конечно, наше муниципальное предприятие, где ребята будут работать с детворниками, где могут ухаживать за газонами, высадка цветов. То есть, те работы, которые пассивно для...